Здоров всем! Продолжаем проходить Шифт 2. Континентальный тур. Соревнование Легенд. Я также на Лотусе. Ну, Форт Лотус Картина называется. Или Кортина, не знаю. Так, Альпентейл. Давайте проходить же вот эти чемпионаты, зарабатывать себе очки для подиума, чтобы поучаствовать вот здесь. Так, а ну-ка, подожди-ка. Если сейчас мы проходим 5, не хватает одного. Подожди. Если сейчас пройти здесь 5 и потом просто пройти одну не чемпионат, а одну, например, вот такую классическую. О, да-да-да, мы так и сделаем. Да, поехали. Вот этот чемп. А, под 70-е нужны. Там уже не катит мой Форбс. Эскорт МК. Такой у меня был Порш. Блин! Там не катит 60-х годов Форт Картина. Так, хорошо, я понял. Сейчас мы тогда сделаем в лайв-режиме так сказать. Вот. Покупаем его. Не знаю, почему он ноль стоит. 60-е. Так же 70-х годов. Смотрим. Фотфокурт с РС. Нет, не ставим. Делаем легкую прокачку. Естественно, на него никакая заводская доработка не ставится. Но можно посмотреть. Вес 700 килограмм. Мощность 354 лошадки у него. Я не знаю сейчас, как будем мы его удерживать на трассе. О! Вот такой. Да, я такой возьму. Диски менять не буду. Пофиг, пусть будут. Подновление поднимем немного. Балансировку спустим. Как и клиренс. Вот так. Так. Аэродинамики здесь нет никакой. Поэтому будет сейчас очень весело. Все на скорость. Да. Ну что ж, посмотрим. Гонки мастеров. Блин, это долгий чемпионат. 5 кругов там, 5 там, 5 там. Трасса-то большая. Вон 6 километров почти. Круг. Растик горный получ teachable. Трасс iniciator проходит по пути велосипеды. Машин. Но маленьких трасс. Все б practicing. Процесс. Пока без азота, просто едем. Да, Монзо вот это, это самая лучшая была какая-то Монзо, но то обрезанная версия. Вот это вот действительно творение природы, очень классное. Ну пока по прямой движемся, я пока не могу прощупать порт. Ого, там бордюр был. Он очень похож на Альфа-Ромео, на который я ездил. Очень сильно ощущается, что аэродинамики нет вообще. То есть, и вот начинает телепать, он неустойчивый. Очень крутая трасса, просто крутая. Это старые трассы вот эти, которые прибегли на вот эти чемпионаты старых машин, они очень классные. как не хватает пятой. Шестая не нужна, пятая нужна. Давай выжмем азот. Смотри, он набирает и набирает дальше. Он 300 едет, этот форт. Офигеть. Ну, понятно с азотом, что я сейчас сжал его. Надо было зажать кнопку, может было 305, 310 вот так. Я не думаю, что мне хватило бы тормозов остановить его с 310. Ну, че-то, 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 дорогка вывебуется. Эти чемпионаты старых машин, они самые долгие. Машины не самые быстрые. Трассы длинные и количество кругов огромное. Ему только на максимальную скорость придаточные числа протягивать. Никакого ускорения. На таких трассах не надо толку ноль. Ну, че, зажмем кнопку. Не знаю, почему обороты куда-то уходят. Такой звук. Разница 7. Вообще, если на него поставить можно было двигатель от Ford Focus R-S, по-моему. Ну, это уже не был бы Ford Escort вот этот. МК. Это был бы уже Ford R-S. Практически. С кузовом от Ford. Ну, вроде, не че-то. Держит трассу. Я думал, будет хуже. Какая же она длинная, это монзо. Да, тут повыжимать бы машинки посерьезнее. Держит трассу. Я-то думал, эти чемпионаты старых машин быстренько пройдем и продолжим GT3, GT1 проходить. Нифига подобного. Это оказались самые длинные, долгие чемпионаты. Ну, если не брать во внимание гонки на выносливость. Все, змейка растянулась по карте. И какой-то есть явный аутсайдер. Видно его, что он едет хрен знает где. Ото всех. Вон он. Я его, возможно, даже и нагоню. Не так далеко от финиша отъехал. Ну, может быть, не обгоню, но видеть буду. Посмотрим. Давай-давай-давай-давай. Офигительная трасса, да. Шикарная. Но не для этих машин. Тут надо на гораздо более быстрых машинах ездить. Нет, не догоню. Вон он. Я думал, он где-то сейчас в этом повороте будет. Плюс-минус. А он уже на той прямой идет. Не успею. Да, красавчик. Опять нажал ручник вместо передачи. Кнопки рядом расположены. Такое же несколько раз было у меня. Такой был шанс догнать его. Вон он ползет. Да. Догнал бы, если бы ручник не герганул. Догнал бы его. Немного. Офигеть. 8 минут с половиной едем. 9 минут считай. Заезд. Да. Такая маленькая машинка на таком трассе широкой. 847, жесть Это тоже Огромная трасса 7 километров почти И тоже 5 кругов, пиздец просто А почему у нас так мало едет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть Или Не показалось мне Только часть гонщиков показали Да нет, вроде нормального количества Ой, 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 что тебя так телепает Бэшка Тоже классная машина Но не улучшается почему-то Так бы я нормировал бы взял Очень пятая не хватает передача Очень пятая не хватает передача Этому форду Разболтало немного Пятой передачи не хватает Не хватает ему аэродинамического кузова Какого-нибудь хотя бы Как коробочку кидает на трассе И все Как тот чувак сказал Что типа это чистокровные машины Мощные, да А сам на перекачанном парше катается Чистокровный-то наш Жми Жми, 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 жми Все, зажало сот Неплохо Кто-то из них тоже очень хорошо едет Он выделяется Он за мной едет И вообще практически не отстает Я напрямую вышел И тут же он практически вышел Интересно, на чем он едет То или бмв Вот эта черная Которая была Или не знаю Тогда кто Так, ну что-то время Сейчас там он проиграл Нет, вон я его увидел Движется, движется Посмотрим потом По статистике Короче Неплохо Прошел Связочка Ну и он прошел ее Тоже неплохо Вот он Выехал уже напрямую По пятам идет прям Да, эти гонки Тоже вот эти чемпионаты Тоже можно в принципе На выносливость Отнести Потому что Последовательно идут Трассы такие длинные И столько по столько кругов Это долго Трассам претензий Вообще не таких Нет, трассы все классные Претензии есть Количеством кругов Для таких машин Неадекватно Немного Два-три Не больше Я бы ставил Утомляешься Просто ехать Столько кругов Если ты например Стартуешь чемпионат На выносливость Ты себя готовишь К тому Что это гонка На выносливость Долго там будет Жаль Кстати Конечно Нет питстопов Что тут Не Ну ладно Да ладно Это ладно Вот Но все равно А здесь ты вроде Там пять кругов Там думаешь Ну сейчас пролетим Нет Нет Нифига подобного Очень все Долго Трассы по 7-8 Километров И по пять кругов А машины медленные Вот поэтому Третий круг Еду Смотрю сейчас На таймер 19 минут Уже в серии есть То есть Вот этот один чемпионат Влезет только в серию В одну И то там будет 36-35 минут Видео А я планировал Еще ту гонку Захватить Одну Ну наверное Так и сделаем Посмотрим Короче По времени Интересно На старых машинах Ездить Но это Очень долго Да Да Я вспомнил Этот форд Когда играл Колин Макрей Ралли По моему Да Или Дир 2 Или Дир 3 Нет Дир 2 По моему Вот этот форд Там был И тоже Красного цвета С расцветкой В честь Чемпионата Да Точно Чемпионат В честь Колина Макрея Был И вот на этих Фордах Там Какие то Какой то Чемпионатик Надо было Проехать Все на фордах Ехали на этих Отрезках На лучшее время Вот И он там был Этот форд Не срезка Интересно На некоторых Трассах Колесом задел Поребрик С него съехал Бах Срезка Тут проехал По зеленой Не срезка Странно Все Задел Гравий Сразу Меня туда Начинает Выкидывать На гравий Только колесом Задеваешь Тебя Начинает Затягивать Как зыбучие пески Вот Я думал Какой аналог Это как зыбучие пески Я просто машину Утягиваю Влево И все Еле сейчас Блин Вырулил Вот туда Вот тут физика Конечно В этом плане И физика Столкновения Машин Тоже Абсолютная Конечно Дичь Очень Понаходил Много модов На эту игру Но в основном Машины Текстур Баки Какие-то Улучшения Графики Вот такое Пока Понаходилось Новые Какие-то там Диски Ну Что-то такое Незначительное А вот Например Мод Которые Физику Делают Например Повреждения Более Такое Реалистично Чтоб Что тебя От Касания Машины Соперника Не уносит В сторону Вот таких Модов Я пока Не находил Или Выезд На Гравии Одним Колесом Тебя Не затягивает На него А ты Просто Дальше Ездишь Как Иль Надо В принципе Таких Модов Что-то Я не Нашел Не Модов Не Патчей А нет Сейчас Уже Сделали Срезку Да Вышли на пятый круг Время серии 23 минуты Уже Прошло Так Мы едем 10 минут Гонка Длится 10 минут Ждем Сил Одн Два Два Не Два Два кстати странно что тут нет субару этого хэтчбека мне он очень нравится обычно седан поставили то один маловато машин я просматривал очень мало по нынешним меркам так сказать очень много можно было запихнуть машину сюда есть модификация просто часа про моды заговорил там машины где-то 500 600 в итоге получается вот ну там чтобы установить этот мод там настолько танцевать с бубнами что я посмотрел думаю не я просто не пойму почему не сделать такую сборку не выложит на торрент где игра уже включает себя эти модификации да и все ты просто поставил через сетапчик установил игру какие-то проставил галочки допустим там использовать ту или иную озвучку или тот или иной мод и все играешь чтобы установить тот мод там надо скачать особую версию этой игры потом скачать какую-то фигню чтобы распаковать эту игру ждать распаковки какие-то папки вложить с того мода часть файлов другую часть файлов при замене чем там отказаться потом еще на какие какие-то файлы потом те старые удалить какие-то добавить без замены какие-то заменой очень дико логичьи господи какая длинная гонка была это чё потом по нарастающей сейчас трассе что-ли будут 12 16 порше 914 gt пришел второй пять кругов silver тоже длинный трек порш кстати у меня был я пробовала вот у 914 быстро он быстрее форда гораздо кидают его сильнее и сильвер этот классная но он опять же очень длинная и опять 5 кругов по ворот пройден хорошо жаль здесь нельзя просто приостановить чемпионат а потом его зайти да пройти я по моему прошлый или позапрошлый раз так попробовал сделать так поворот еще один пройдет и все то есть я вышел через эскейп и потом уже когда захотел зайти снова там уже самого начала начался чемпионат ну да и тут конечно круги покороче чем на монзе в той же минута сорок считай круг ну да нормально потом что там остался полный этот французский трек а подожди еще какая-то одна трасса это третья а еще 2 может 28 минут серия идет кошмар просто тени долгия отрыва как такового от компании вон они в одном повороте от меня все едут змейка и малейшая какая-то авария съест врезаться куда-то если то все обгонят они быстро то-то похоже парши и едут а зачем здесь скидывать скорость нормально зеленая про и показывает траектории типа сбрось-брось я не сбрасываю иногда она правильно показывает да ну иногда и херню конечно там торможение допустим я не торможу то есть там не так можно проехать я на лего сильно субару хотел бы покататься тоже были такая машина классная вообще конечно очень хочется заморочиться с это и с этим модом какие-то челленджи поделать в этой игре ставить кучу машин выбирать какие-то трассы например там тут же можно выставлять в трассах допустим быстрой гонки там машины как у тебя машина там сильнее чем у тебя то есть тренироваться таким образом я вот еду на форде на этом против меня там современные форды например едут вот такой челлендж и сделать их например надо и так далее довольно гибкая настройка быстрой гонки здесь есть поэтому можно придумать но нужны машины надо просто установить этот огромный автопарк машин тогда да уже можно что-то придумать там действительно много машин то ли 500 чем-то то ли 600 чем-то это уже есть из чего выбрать на всех то есть даже самых искушенных таких капризных машина сами себе могут там найти очень много так нереально там паки японских машин там старые новые гипер кары все 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 я там скриншоты смотрел просто охренеть там ну там только машина конечно это гигантский карпа называется как-то так вот принципе отрыва нет один поворот это это не отрыв идет за нами скорее всего это 914 porsche кто-то еще так коробка чё потолка бенится немного по внутренней до 32 минуты уже показывать таймер что-то я думал что 35 где-то в минуту так будет вся серия но нет слишком медленной тачки слишком большие трассы с таким количеством кругов это только третья трасса еще две вон та французская трасса надо вообще как это огромное выглядит да и там тоже 5 5 кругов на ней ехать на форт этот не жмет нифига медленно ну для старых машин не особо медленно конечно но лотус картина по моему форт он был быстрее если не ошибаюсь пятиступка он был быстрее он был быстрее по крайней мере ну восемь минут дней десять и дикие трассы восемь десять девять минут на один заезд хренеть а да вот ну это три двадцать восемь это в принципе короткая она и тоже пять кругов но после нее длинная будет трасса офигеть ладно пусть будет такая большая серия ну чё делать если я сейчас выйду чемпионат собьется весь и все поехали же опять меня вперед ставить ну надо же удача какая я тут выигрываю сразу время бмв 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 ой 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 как их много там а сзади тоже на закате дня едем по моему ух ты как его повело сразу ух ты как его повело сразу плохо зашел ну вот и вся трасса и прямая все волнообразные эти повороты Продолжение следует... 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 И она на ходу... Продолжение следует... 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 Потрепался форт маленько. Все, на финиш, блин, да, крутые бешки, улучшалась бы она, я бы, конечно, ее взял бы не раздумывая, я на ней ездил по панораме австралийской трассы, мне она очень понравилась. Ого, да, коробочка доехала. 6 минут, ну вот это нормальная длина, и здесь мы еще не ездили. Полная французская трасса, необрезанная версия, и длина, блядь, 7 километров, 5 кругов. Около часа серия будет туда. Это-то ладно, и меня беспокоит вес файла, гигов, наверное, 20 будет весить. Это сложная, кстати, трасса, она может показаться легкой, нет, нихуя, она трудная. Тут перепады высот много где, и обманчивые повороты. Ну, я ездил по короткой версии, а это полная конфигурация. Вот они все в повороте, тоже очень быстро зашли, невероятно, причем быстро. Что такое с Фордана? Так, тут неплохая прямая вырисовывается, смотрю. После поворота. Да, тут повыжимать тоже ездим машину. Ну, правда, не такую. Посмотрим, сколько времени круг взаимет. Да, хорошие прямые. Задел поребрик, вон тот. Машина сразу развернулась. И снова прямая. Да, это довольно скоростная трасса. Ну, сейчас, сейчас попробуем проехать на лучшее время. Вот, сейчас. Да, получится. Ну, надо знать, трассы. Траектория тут ничего не покажет тебе особо. Там надо было тормозить заранее. Гораздо причем. Ну, что такое? Происходит закупорка. Переключаешь передачу. Обратно она откидывается. Вот опять. Жаль, жаль, на картине нельзя было поехать. Мне очень понравился этот форт. Понравилась альфа. Но на них нельзя. Форт какой-то странный. Вроде неплохая машина, но ведет себя по-разному. Сейчас нормально все. Потом, потом эта херня начинается с ним. То с передачами, то с тормозами. Он медленно еще, блин. К сожалению, оказался такой. Здесь мы зайдем пораньше, чтобы на поребрях не заехать. Есть. Новый уровень все-таки добили. Время круга. Две минуты, короче, занимает с небольшим. Два десять. Здесь тормозим, чтобы ошибки не допустить, как в прошлый раз. И поворот нам засчитывают пройденный. Ну, на мастерском уровне, как так и называется. Можно было и быстрее пройти, заморочиться. Чуть-чуть раньше переключаешь, начинается попорка. Куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда-куда. Вот, как я и говорил, бывает вот такая вот нелепая херня с ним. Азот, давай. Выжмем из него. Триста хотел выжить, но нет. Улетит в стенку. Посмотрите, как ком быстро едет. Он что, тоже триста едет? Да не может быть. Хотя он уже поворот прошел. Срезки нет, но он и замечательный. Блядь, это только четвертый круг. Ахереть просто. Вот так проходится этот поворот. Не теряю скорость особо. Тут заигрался. Нормально, нормально, нормально. Нормально. Я скажу, что это самый муторный чемпионат. За всю карьеру. Здесь. Самый нудный. Он неинтересный. Он просто затянутый. До невозможности. Все. Дожмем азот. Оставшийся баллон. 50 минут серия идет. Ахереть просто. Похоже, самая длинная серия. Таших Ту-2. Ну, сейчас на последний круг будем выходить. Ха, я наивно планировал, что где-то 30-35 минут будет серия. Да, конечно. Ну, вот что значит не подготовился к серии. Надо было просто взять, потестировать машинки. Выбрать наиболее такую средненную, что ли, соотношение ТПД, чтоб у нее было. Вот. Ну, нет. Ну, ладно, что сделано, то сделано. Форд так форд. Не, машина неплохая, но бывают у нее тупники. И, в целом, нормальная машинка. Блин, тоже длина 9 минут. Едем. 9.20. 9.25, да, очень долго. Тоже, как в Монзо. Монзо 10. 15, 10, 20 заняла. Это тоже самое будет. Ну, повороты запоминаешь, вкатываешься уже и полегче становится, конечно. Знаешь, что тебя ждет, где затормозить, где отпустить газ, где есть поребри какой-нибудь. Звук движка мне очень нравится, в этом форде. Вот его оригинальный звук. Не в который можно от Форд ТРС поставить было, а вот этот классный звук. 10.46, блин. Офигеть. 11 минут. Труд. Вернее, заезд вылился. Блин, просто жесть. Фух. Чемпионат прошли. Новый уровень. Что дали? Охуево знает. Мне важно, что чемпионат пройден. Лавровый венок мастеров. Дали этот самый. Что? Это, вот это все, что сейчас я завершил, за одну гонку считается? Серьезно, что ли? Охренеть. Ого. Если это так, то это, конечно, жесть. Придется все проходить. Вот. Хм. 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 Продолжение следует...